В рамках национального дня состоялась официальная презентация павильона Азербайджана. Под гимны Казахстана и Азербайджана были подняты государственные флаги. Заместитель министра энергетики Казахстана Макзуми Залиев рассказал о тесных связях между двумя странами во всех сферах. Выразил надежду, что выставка Экспо-2017 станет мощным импульсом для развития сотрудничества, связанного с энергетическими маршрутами. Передал азербайджанская делегация поздравлений в связи с проведением национального дня. Мы выражаем благодарность Азербайджану за активное участие на выставке Экспо-2017. Мы посетили павильон Азербайджана. Сегодня мы увидели новшества, существующие в вашей стране, ознакомились с потенциалом возобновляемых источников энергии. Павильон Азербайджана организован на самом высоком уровне и будет интересен как для простых посетителей, туристов, так и для экспертов. Глава азербайджанской делегации, директор Центра Гейдра Лива Анар Аликперов в своем выступлении подчеркнул, что отношения между нашими странами имеют глубокие исторические корни. Отметив, что Азербайджан придает большое значение участию в работе международной выставки, объединяющей потенциал различных стран, Анар Аликперов оценил как отрадное событие, что азербайджанский павильон – один из самых посещаемых. Подчеркнул, что тема энергии будущего соответствует современным реалиям и, конечно, как и источники альтернативной энергии развития этой сферы создают большие возможности для решения проблем, беспокоящих человечество. Глава азербайджанской делегации сказал, что национальный павильон организован Центром Гейдра Лива и Министерством энергетики. Концепция азербайджанского павильона основана на дивизии «Родина энергии», энергии, передающейся из прошлого в будущее. Напомню, что Баку – кандидат на проведение Всемирной выставки 2025 года. Анна Релихперов сказал, что по сегодняшний день Азербайджан успешно принял ряд международных мероприятий, выразив надежды, что успехи в этой сфере положительно скажутся на процессе оценки нашей кандидатуры на проведение Всемирной выставки в 2025 году. После выступления был продемонстрирован фильм об истории, культуре и туристическом потенциале Азербайджана. Азербайджанская делегация посетила павильон Казахстана, ознакомилась со стендами и выставками, отражающими историческое культурное наследие этой страны, ее туристические возможности и потенциал в других сферах. Затем все участники прибыли в павильон Азербайджана. Посетителям при помощи высоких технологий демонстрируется историко-культурное наследие, богатый энергетический потенциал, обзор будущего энергетики и энергетическая политика нашей страны. Дизайн входного зала павильона, состоящего из трех разделов, оформлен в форме свернутого ковра. Представленные фото и видеоматериалы уносят посетителей в путешествие по истории Азербайджана. В этом разделе можно подробно ознакомиться с азербайджанскими коврами, с особенностями национальной кухни и музыкальными жемчужинами, наскальными изображениями Гобустана, храмом Атешкях, с историческими и современными зданиями, архитектурными шедеврами Баку. В национальном павильоне также демонстрируются вехи развития Азербайджана в процессе перехода от традиционной энергии к альтернативной, презентации, связанной с нефтью, нефтепродуктами, газом, электроэнергией, энергией ветра и солнца. Экспонаты, относящиеся к энергии ветра, намекают на значимость этого вида энергии в будущем страны. В экспозиции павильона представлены грязевые вулканы, новые технологии утилизации биологических отходов. Экспонат построен на основе проводимых в Азербайджане исследований в области гидратов природного газа, как нового источника энергии. Горизонтальное бурение, как самый приемлемый экологически чистый способ при добыче углеводородов и настоящие образцы нефти, привезенные из Азербайджана. Жемчужной экспозиции считаются в частности три модели. Модель платформы «Чарагадин» и дополняющие ее оригинальные бурильные устройства, используемые при добыче нефти с Каспия, трехсекционный флюгер азербайджанского производства и циклокоптер. В павильоне также предусмотрен виртуальный турпутешествия в Азербайджан. Посетители садятся на настоящий ковер под звуки национальной музыки при помощи видеопроекции под углом в 220 градусов совершают фантастический полет в сторону огней и энергии, знакомятся с красочными видами нашей страны. Это вызывает большой интерес среди посетителей выставки. Асель Ашимова – посетитель. Мне здесь все понравилось. Способ презентации очень интересен. Много информации для меня было новшеством. Я совершила путешествие в вашу историю. У вас очень сильная музыка западает в души. Я очень рада, что посетила выставку. Жалдуаз Асылханова – тоже посетитель. Она сказала, мне очень понравилось, все очень динамично. Отчетливо увидела, какая у вас богатая культура. Погуляла по вашим павильонам. Ваши традиции дарят глубокие впечатления. Вы смогли хорошо сохранить ваши истории и памятники. Станислав Чик – посетитель. Я впечатлен. День Азербайджана и в павильоне на сцене демонстрируют колорит вашей страны. Мне очень понравилось, как вы создали связь между энергией будущего с вашей историей и традициями. Очень важно строить будущее, опираясь на свои корни. Вы это смогли хорошо продемонстрировать. Посетитель Кюзбай Жангали. Павильон Азербайджана очень интересен. Я пережил странные чувства. Познакомился с этой страной. У вашего народа очень богатая культура и музыка. Здесь я познакомился с частью этого наследия. В павильоне демонстрируются различные технологии на тему «Энергия будущего». Азербайджанский павильон очень привлекательный. В честь национального дня перед павильоном Азербайджана была организована концертная программа. Ритм группы «Натик» и национальные танцы были встречены посетителями и овациями. На международной выставке «Экспо-2017» «Энергия будущего» участвуют 115 стран и 30 международных организаций. Выставка продлится до 10 сентября.